Сгуся вода. Да понятно, что ему похуй. Ему уже ниже плинтуса, он уже не упадет. Все, обрыгали, обоссали. Тут, блядь, типа не пришел, за маму спрятался. Ему похуй, это понятно. Я, блядь, все прекрасно понимаю. Но ты выйди, я ему написал. Григорий. Маме написал. Говорю, так вы что думаете, я сейчас вышел, блядь, и начал ему, блядь, там леча раздавать, кулаками ебало бить? Нет. Вы думаете, что, зная вот каждое мое слово, угроза зафиксирована? Он мне пишет. Опа, угроза. Я в милиции, он мне пишет сегодня. Вы что думаете, что я вышел, блядь, сбитый, блядь, народ позвал? Мания, величие. Я сижу, кушаю, люди, да? Там народ. Смешно, нет? Мама хуйню какую-то сидит и угонит, пиздобольство. А он ей поддакивает. Причем, все, что бы они не сказали, они пиздоболство. Вот, пиздобольство, блядь. Вот, прям, вот, чистой воды. Вот, пиздоболы, блядь. 20-30% есть нормальные пацаны, которые, ну, грубо говоря, ну, блядь, ну, не, не это, не долбоебы. Я что, приехал с Гришей пить чай? Какие гости? Какая мама? Ребята, шатуры, обращаюсь к вам. Ребята, меня зовут Андрей Радыгин. Это официальное обращение к тем ребятам, которые в гараже принимают Григория Полное ТВ и ездили на стрелку с каналом «Хочу пожрать», собирались и, ну, типа, вставали там за него. Ребят, вы теперь прекрасно понимаете, что у Григория в своем родном городе, в своих родных краях, кроме мамы, папы, никого нет. Вы понимаете, что здесь он никому не нужен? И вы понимаете прекрасно, какой он человек? Или у вас это тоже нормально? Или, или чё, блядь? Так, так, так вы живете? Ну, я думаю, нет. Не создав, сука, а я на самом не башу, пидораса, блядь. Я отвечаю, если не дай бог, сука, у меня сына хоть волосок упадет. Убил, блядь. Первое. Разбань ПЖЖ мойник в своем бане. Меня твой кранолицей вахтовик забанил. Хотя я ему не писал ничего. Второе. Никогда не мирись с жерешой. Он по факту обосны и обливанной его даже западло трогать. Спасибо огромное. Сейчас, сейчас разбаню. Когда он вас на всю Россию, на всю свою аудиторию хуями покрывал, не чёрт? О чём говорить, если вы его деньги себе прикарманили без спроса? Да, так посудить. Для вас эти поступки, я так понимаю, они, ну, в принципе, нормальные. Когда вы в Сочи приезжали, как он мне лично говорил, как вы там себя вели. Не чёрт ваш сын? Или это у вас в семье так и надо? У вас в семье положено, блядь, да? Знаете, почему братья-то, ваши родные сыновья, не хотят за него заступаться? А вы не спрашиваете? Вы спросите. Вы же общаетесь, это ваши сыновья. Вы прям позвоните, спросите, блядь. Дайте ссылку на вот этот стрим. Вы говорите, что они там, блядь, за маму там, за брата. Они за Кришу ничего не сделают. За вас возможно, за вас могут. Вы мама в любом случае. И то они могут сказать, что. Я могу просто всё объяснить. Здесь все люди знают, куда вы лезете. Как вы разговариваете. Я смотрю ваш стрим, вы, блядь, вы мама, вы скоро бабушка. Вы берёте, блядь. Вот сейчас, вот эти голосовые. Вы не слышите, что вы говорите? Пидорасы. Понятно, блядь, откуда сын берёт такие слова? Для вас слово семейное пидорасам, ну, ничего не значит. Давайте я просто могу своей маме позвонить и сказать. В моей семье слово пидорас, что означает? Она охренеет, блядь. Она, если, она, ну, не знаю, смотрит, не смотрит. Но у нас в семье такого нет. У вас в семье, вы называете людей пидорасами. О чём я, как я про него говорю? Могу вообще рассуждать. Опять же, вашему сыну 30 лет. Он самостоятельный, взрослый, блядь. Вы его там всем воспаляете. Как только жопа пригорела, вы сразу первая ему 15 лет по уму. Нихуя себе, блядь. Нихуя... Это когда, это так, блядь, было видно? Если ты накосячил, мне 15 лет сел под маму. Вы знаете, почему я поехал туда один смело? Хотя, там, не знаю, чего бы он, кого бы он позвать. Он там мне мои видео показывает, когда ко мне в ограду пришёл синий чувак. А я сбитый, нахуй, да, вышел? Я что, гладиатор? Я говорил, что я пиздец, я там, коротись, не ебаться в рот. Он, естественно, он ко мне пришёл, ко мне с разборками. Естественно, я встречу его убитый. Ещё раз приедет ко мне. Да похуй, кто ко мне приедет домой. Это нормальная реакция человека, который защищает свой дом. По крайней мере, я могу защитить свой дом. Я могу защитить свою семью. Что мы сейчас видим? Вы сейчас говорите, я испугался Валюме. Вы говорите, почему он не поехал к Валюме? Все вместе там, блядь, все дружные своей компании. Он засал его, а меня толстого не засал. При чём тут Валюме? При чём тут Валюме? Мы с тобой вдвоём. Ты мне предложил. Ты написал мне смс-ку. Давай выйдем, помахаемся один на один, если ты приедешь один. Пообещай на стриме. При чём тут Валюме? Ты мне, я говорю, ты точно у меня. Я пришёл к клубатуре на стрим, сказал, ты пишешь. Мужик, всё, давай. Я тебе сказал, я в понедельник приеду. Ты давай. Я примерно, может быть, где-то догадывался, что такая ситуация будет. Ты не думаешь, что, блядь, ты такой сидишь на стриме. Ага, мы его лоханули. Я прочитал какую-то смс-ку, которую тебе написали. Типа, блядь, Радыгин хотел опустить, опустили его. Ты да-да-да-да-да. И мама, да-да-да-да. Так, блядь, нет. Гриша, то, что я приехал, ты же имя своё чизит. Нет. Григорий. Я приехал, ты меня позвал. Я приехал, потому что здесь не так далеко. Я сказал, пускайте ко мне сюда приезжайте. Почему я должен, блядь, по вам ездить? Вот, что Туру меня зовёшь, блядь. Это в Казань-то меня зовёт. Серов там, блядь, звал меня туда, к себе. И чё, блядь, вам? Ну чё, кататься буду, что ли? Приезжай, я в Красноярск приеду в любой момент. Тогда ты мне можешь сказать. Блядь, да, там. Кто там может мне сказать? Я приехал в Красноярск, Радыгина, я... Беспондарь, сука, я нас уебашу, пидороса, блядь. Я отвечаю. Если, не дай бог, сука, у меня сына хоть волосок упатёт. Убью, блядь. У нас в смысле отряд 800 человек. Почти каждый зайдите на стрим. Жриши, ТВ, закиньте жалобу оскорбления. Давайте хоть здесь поможем... Ну, нам не оскорбляйте. У нас оскорбляйте. Андрей, разбанник, краснодетцем удали. Сейчас задам мой. Не забудь. Ура. Как у тебя... Спасибо. Как у тебя называется... Сейчас. Фейковый. Почему? Почему? Когда что-то происходит, вот на данном этапе, я говорил, я не буду записывать ничего. Я сказал, я поеду без камеры. Хотя, ребят, я взял камеру. Я рассказывал, в принципе, то же самое. Я даже его сейчас выкладывать не буду. Монтировать там что-то делаю. Я рассказывал, я приехал в Красноярск. Стою, жду, написал. Что написал, показал. Ну, в камеру. Что он мне ответил? Какие пошли разговоры? Когда он мне написал, приезжаем мы с мамой. Я вообще охуел.